Венки кушать Самые голодные это у нас самых два маленьких поросенка Едят больше всех, утром и вечером молоко козье Но постоянно хрюкают и просят еды Доброе утро, вы на канале Черничный хутор Где семья живет в лесу Сейчас быстренько всех кормим и уезжаем Очень много дел в городе накопилось Первое дело, которое нам надо будет в городе Сделать это тещи цыплят завести Так, ее все большие Вот такие вот большие Что это в рот откроет, у тебя холодно, жарко А наши вот такие вот маленькие, мини Видите, маленький В два раза меньше, чем большой Сразу видно, какой цыплят Хотя тут и тот смахнатый мелок Не такой Маленький, наверное Все, вы вставайте и завтра у вас подкурится Подкущу мелочи А вы поехали на новое место Все, ты за главного Будут воры, снимай штаны Будут леса, снимай шкуру, хорошо? Все, давай И за коршунами следи Небо тоже охраняем Животные наши в электропастухе остаются В безопасности В безопасности Самки сидят на яйцах А самцы стоят за нее Ага, а ты знаешь, что самцы и самки меняются? Да, не знаю И за самку ждать, то и замец греет яйца У них тоже Здрасьте Здрасьте Это для кого? Я даже не знаю О-о-о-о Я не считал, ну, любимой тёщи Мне кажется, что тут штук 30-40 должно быть Это что? Из трех разных мест Даже есть такие, ну, такие с мохнатыми лапками Есть такие Вот это вообще только сегодня вылупился Но они субличные все Вот такие банды Черные богато Аа, красивые Тут есть и коричневые яйца, и зеленые яйца Разные И еще вам привезли мы в подарок сыроварню. Сколько коров сейчас садойных? Четыре. А где семь? Где было семь? Вы что, избавляетесь от коров? А у нас две козы. Идемте распакуем сыроварню, посмотрим. У нас две козы, а у вас четыре коровы. Вам сто раз нужнее, правда? И это не просто сыроварня. Здесь можно готовить даже творог, сметану, йогурты. Там в продаже на сайте вот этот Бергман. Там есть и на газу, и от розетки разные есть. Смотрите, даже этот таймер. Тут все есть. Надо еще уметь им пользоваться. Вот. А уметь пользоваться вот домашняя сыроварня Бергман. Гарантия. И инструкция эксплуатации. А это лучшие рецепты мира домашнее сыроделие. Тут, короче, есть и итальянские, французские, все сыры мира, короче. И тут не то, что один вид сыра. Тут можно готовить... Чтобы же есть закваски. И тут шла в комплекте, да? Это еще такой градусник в комплекте дополнительно идет. Вот это у нас... Закваска. Да, закваска. Еще есть. Вот здесь вот. Ну, я думаю, разберетесь. Разберетесь, и мы к вам приедем через пару дней на сыр. Приедешь, это самое, обучать, что еще как сыр делать. Вот же что по-русски инструкция. Так и по-русски, она же не русская. А для наших зрителей скажу, что ссылку, где можно приобрести такой аппарат, мы разместим в описании под видео. Раз уж неподалеку находимся, то заедем в нашу стройку. У всех так красиво возле дома скошено. А у нас бурьян. Надо как-то выделить день, приехать косой. Здесь все скосить. Ну, трава вообще по пояс. А ну, какие у нас березы стали. Какие у нас деревья подраздели. Большие, как подраздели, а? Ничего себе. Все такое большое стало, да. А тут им тепло возле бетона, да? Да здесь вообще. Смотри, косна. Ёлка какая большая. А ты видишь, у сосны какие побеги молодые, большие. У нас таких в лесу нет. Видишь, насколько у нас холоднее. Здесь тепло, но уже даже, уже даже, смотри, все деревья. Отцвели, да? Отцвели, яблоня отцвела. Ой, блин. Все. Бросаем снимать видео, надо как-то приехать сюда целый день косить. Выказывать, деревья поделить. Это все надо. Погибло дерево одно. И вот это погибло, да? А не, это, наверное, заморозило перси. Смотри, какие абрикосы уже. Смотри, какие убали. Смотри, какие абрикосы здоровые. И весь усыпан абрикосами. Как будто возле моря находится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие-то канистры, пленки ветром поприлетали. Смотри, какая елка. Я просто, я просто поражаюсь. Я помню это все вот таким вот, сажал маленьким. А посмотри, какое у нее уже большое. А вот эта корейская елка, как цветет красиво. Я придумал. А давайте достроим этот дом и будем сюда приезжать отдыхать. А то мы находились задолбаные. А здесь вот прям приезжать в город отдыхать. Это ж какая береза. Я ее пару лет назад садил маленькую. Вот такую маленькую. Уже можно... Сок скоро будет снимать. Да береза вообще до проводов достает. Уже ее надо срезать, наверное. Выше проводов стало. А вообще мне даже немножко захотелось приехать сюда покосить. Просто надо день подобрать. Шланги. Ну все. Едем домой. Посмотри, они даже с Тинька не вышли. Побыло уже пару часиков. Пода уже там... Только больше всех эмоций сюда показывает. Дик сразу проверяет, что привезли. Дик, вторая белка. Дик, в этот раз только шланги. Шланги, лампочки в Юрину люстру. Идем знакомить вас с мамкой. Лишь бы она приняла. Ваша мамка всего лишь два дня на яйцах посидела. Она вообще не готова к вам. Ну, может она поведет, какие вы красивые. И заберет вас к себе. Пошли. Ну, ты бы был, мамка взял бы их. Вообще, водил бы, кормил бы. Пошли. Это тоже бентамки, но походу только вот это вот ситцевые двое. А вот это других цветов бентамочки маленькие. То есть это, которые нам подписчик из Гродно прислал. Из Гродненской области. Это будет свежая новая кровь, наше стадо. Но не хочется самому в инкубаторе. То есть в брудере их. Если она примет, это будет супер. И вот эти все пойдут на разведение нам. Забирайте. Забирай, забирай. Твои будут. Чего? Хорошие цыплята. Лежки. Так, а ну-ка идите по мамку. Все, вы к ней не пойдете? Да-да-да. Вот как она их зайдет. Твои, твои, твои. Они идут к ней, смотри, а. А ты их поподсовывай туда. Они не понимают, что там тепло. Сейчас подсунем, сейчас. Сейчас немножко измерзнут и пойдут, да? На, это твои сто процентов. Я просто их греться забирал. На-на-на-на-на. Ой, и тут уже сами. Как ты думаешь, что она думает? Думает, только села уже цыплята. Ой, видишь, это сегодня какая-то курица снесла. Скорее всего, это вот это вот, смотрите, сзади. Подкинула инвалидка, да? Да, видите, которую коршун побил. Все хотят ее и видеть. Видите, синяя-зеленая. Это она ей подкинула сегодня. Она уже нестись начала, видите? Да-да-да. Вот у нее такая косточка висит. Вот так, она все целенькая. Чистенькая. Как тут дела? Ты, главная корочка, их не обижай. Ты должна их высадить. Это самая главная цыплята, выше нашего выводка. Все, какие интересные, серенькие. Все, сидите подмалкой. Все, вот так. Да-да. Посидите часик, и потом переведем вас. Вам дадим квартирку, если сможем, если захотите. Давай, 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 сиди вот здесь. Все. Все. Не-не-не-не-не-не, я по другим не лам вообще. Еще посетись. Посетись, посетись. Нет, нет, нет. В 100-метровых магазинах нет ни одной фирмы. Максимальная 50 метров. Поэтому соединим их между собой. И будет нормально. Иди же. Ты пойдешь, или я? Ты. Я? Подожди. Ходы, ты можешь уходить? Давай ты иди уже. Сюда иди туда. Или подожди. Нет, все-таки сюда. Может, она будет где-нибудь повернуть. И туда иди. Слева от машины. Беги. Вот теперь стало 100 метров у нас. Сейчас нужно положить шланг так, чтобы мы по нему не ездили. То есть, это здесь у нас мягкий шланг, который нам еще с Англии прислали. Он уже два года служит. Быстрый съем. Одел пистолет. Пополивал огород. Перестал поливать. Вставил этот быстрый съем в наш душ. А душ-то тоже с России нам прислали. Ужас какой-то. Вставил в быстрый душ. После огородика помылся. Причем нагреется все 100 метров шланга этого, да? И нагреется сам вот здесь. Вот еще здесь тоже в душе есть такие спираль. И можно будет всей семьей по полчаса каждому умыться. Столько будет теплой воды, да? Да. Так. Теперь эту подсоединяем к тому шлангу. Получается, у него длинная цель. И Ванька тащит вот шланг сюда. Вот, вот, конец сюда. Так. Так у нас еще и возле дома останется шланг. Возле сарая. Это сюда. Сейчас посмотрим. Сюда. Так, это не сюда. Это сюда. Так, начинается. Так, это сюда. Включение. Пошло. Открываем. Ох и долго ему надо будет течь 100 метров. О, пошел закачиваться. Так, здесь у нас ничего не промокает. Уже хорошо. Работает? Работает. Сюда можно еще два шланга подсоединить. Можно было бы и здесь душ поставить, возле дома. Но тогда он будет только то, что в спирали. И сразу же будет со скважины идти холодная. А так, поэтому горячей воды реально и дикбут. По длинному шлангу. Да, там будет кипяток. Пошли грот поливать. Нажимай на пистолет и сразу пойдет вода. Последний краник у нас здесь еще есть. Я не понял. Чего никто не прыгает? Наконец-то вода. Ну, она так слабо будет литься, да? Это все равно быстрее, чем ведрами с этого саженки. Конечно. Спасибо. Ну, что ж нормально. Что ты хотела? Но мы... Ты знаешь, когда я не видел огород в городе у твоей мамы, у своей, то я думал, у нас такой классный. В городе быстрее все, крупнее уже все, да? Ну, там теплее. У нас холодно. Хоть и почва классная, но здесь в лесу реально холоднее. Да-а-а-а. Там уже яблони отсвели. Купили такие свечки, чтобы были похожи на свечу. То есть лампочки на свечу. Потому что у Юры здесь включатели такие, как будто свеча расплавилась. Ну, так продуктивненько мы сегодня в город съездили. Да, сколько дел-то решили. Но самое главное – это шланг. Ну, битва. И цыплята, и сыроварня. На участок ездили по магазинам. И так развеялись вроде бы. Ну, голова вот такая вот. Где мы только не были, то ли устали, то ли этого углекислого газа надышались. Дома все-таки лучше. Но для того, чтобы понять, что дома лучше, надо иногда уезжать для сравнения. По щелчку 3.15. Красота? Да. Чтобы на террасе уже даже пылькой покрывается. Ну, что, здесь светлее, чем на улице стало? Да. Душа-то такие интересные стали. Они целый день гуляют. Только такие вот вечером полусумерки. Идут сами и просятся домой. Маленькие, без мамы, я все понимаю. Пошли. Все, загоняем вас, пошли. Идем, 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 идем. Пошли домой, пошли, пошли. Все домой. Идите. И никто им ничего не показывал, да? Вот сами. Бегут бегом домой. Ну, наши больше, чем у нас. Это будет обман вообще 21 века. Курица всего лишь дня два на яйцах просидела. Подкинули сразу ей вылупляющихся. Сейчас часик с ними посидела. Будем пробовать пересадить их в квартирку. Ну, а с выхода нету другого, чем не обмануть ее так. Пробуем. Как же тебя взять? Вот если с этой соломой, то точно пересядет. А как она подняется с этой соломой? Сейчас, сейчас, сейчас. Не смог я с соломой достать. Сейчас. Подожди, покажи. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Кто придет, смотрите, вот стойте. Стойте, стой, наверное, просто голодные. Все, темноту. Давай, принимай, принимай их. Стойте, 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 стойте. Пока с ними кушает и пьет. Не бьет уже хорошо, уже хороший признак. Подождем. Светлого. Светлого. Друзья, все отлично. Приняла она 10 гродненских цыплят. Супер. Все. Объявляю, сезон вылупления закрытым. Больше инкубатора не включаем и кур больше не садим на яйца. Хватит с нас уже и так 40, вот и уже будет 50 цыплят. Светлого. Приняла. Светлого. 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 Субтитры сделал DimaTorzok О, все отлично. Все хорошо. Сегодня куры бентанки еще раз доказали, что они супер мамаши. Они могут даже цеплят водить после того, как 2 дня посидели на яйцах. Я помню, был такой эксперимент, когда мы жили в деревне, да? И когда курица не рассиделась, она не принимала цеплят. Ну да. Белка, иди, сама себе ищи еду. Крапиву валится. Иди. Нельзя. Белка. Это индюша там. Иди. На, Белка, на, яйцо тебе. Звуки удовольствия. Это они отвечают, спасибо. Белка. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Давай сейчас дико запшикаем. Садись. Тебе комары надоели? Давай, тебе везде. Потом и овечек. Вот такая я, от хлещей, от всех. Терпи. Давай, ты хоторская собака, живешь на природе, тебе придется терпеть эту химию. Злата, кидай. Злата так шла, шла, а шука остановилась. Дик, нельзя, ты что? Злата поняла, что это дело. Майские жуки летают. Смотрите. И все-таки май месяц, раз майские жуки повлезали. Мы в детстве их спичечный коробок и вот так вот держали под ухо. Не швестели. Давай, лети, что, отслепили тебя. Вот, Валентина, вот их личинка на огороде съедает все при все. Мы знали, что ты здесь, иди сюда. Ты самая жадная и трусливая собака. Булька. Булька, так надо, ну ты достала. Ты гладкошерстная, а тебя комары еще больше, чем дико кусают. Сейчас тебя ни клещ, ни комар никто не укусит. Все, уже Булька не идет в будку. Уже когда побрызгали, уже все. Уже можно гулять. А вот дай, докуда пропала. Все от тебя убежали. Давай, тебя еще раз. Туда, под шерстью, на холку. Ты ему знаешь, где попшика между лапами? На грудила здесь, да? Там, где ему чешется всегда. Вот туда клещи любят залазить. Ты мой хороший. Молодец, беги. Молодец, молодец, молодец. Иди бочку попшикай. Тинок? Да. Она пока дойдет, так ты ее попшикаешь. Бочка. Ты ее гладь и пшикай. Погладь, она постоит чуть-чуть. Бочечка, бочка, не бойся, бочечка, бочка. От комаров бочка, а парашют. Снизу от этих всяких мошек, букашек. Это солидол. Все, солидола нет. Вдавляс пошел? Да. Солидол. А у вас тут комаров летает. Будем травить комаров. Злата, ты первая. Иди сюда. Больше снизу, по лапкам туда. Комары пристают к вам, да? Вас кусать не будут. А белка сзади меня стоит. Спаси, хозяйка, да? Что такое белка? Самый красивый месяц в году. Май. Почему его бог комарами испортил, я не понимаю. Не бойтесь. Так, что у тебя тут? Скажи. Ну все, вот такой вот денек. Завтра выходные. Не знаю, чем буду заниматься пока что. До завтра. Всем пока. Пока-пока.